Представители Временной комиссии Народного совета ДНР по контролю и координации деятельности в районах наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины Ольга Макеева и Анастасия Селиванова с рабочим визитом посетили несколько населённых пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии разграничения сторон. Это такие сёла, как Коминтернова, Таврическая и Григорьевка. С жителями первого населённого пункта депутаты провели встречу, на которой удалось выяснить, в чём нуждаются местные жители. Члены Временной комиссии выдали более 70 гуманитарных наборов с сезонными лекарственными препаратами в селе Коминтернова. «Сюда нужно в срочном порядке поставить уголь, дрова, решить эти вопросы. Очень важный вопрос – это недоступность медицинского обслуживания, поскольку на территории самого посёлка не работает, например, фельдшер, нет оптичных пунктов, что, естественно, учитывая непосредственную близость к линии фронта, и людям приходится выезжать в Безыменное, в Новоазовск, для того, чтобы получить медицинскую помощь. Учитывая то, что нет и медикаментов в достаточном количестве, а их приобретение, для того, чтобы их приобрести, также нужно выезжать в другие города, узнав об этой проблеме, мы её озвучили в Министерстве здравоохранения, и благодаря министерству очень оперативно был решён вопрос, и сегодня, вы видите, мы осуществляем выдачу наборов медицинских аптечек». Кроме того, Ольга Макеева добавила, что в ближайшее время в таких населённых пунктах планируют пустить медицинские машины, которые смогут периодически выезжать в сёла и на местах оказывать необходимую помощь. «Сегодня уже вторая неделя пошла, как работает наша комиссия. Она была создана 21 октября. В состав комиссии вошло 11 человек. Данная комиссия работает по прифронтовым районам нашей республики. Комиссия разделилась на два направления. Это сегодня мы в Коминтерново, это южное направление, а также есть направление Ясиноватско-Горловское направление. Это второе направление. На прошлой неделе мы объехали практически все сёла. Это было в нашем направлении, в южном было 19 сёл, всего было объехано около 40 сёл. Мы общались с жителями. Задача этой комиссии и цели основные – это мониторинг ситуации при фронтовых районах, а также выработка каких-то решений, решения каких-то проблем, которые не могут решиться на местном уровне». Дальше на пути следования было село Таврическое, в котором проживает семья Савченко. Отец-одиночка воспитывает двух дочерей и сына. Им депутаты передали помощь в виде канцелярии, одежды и игрушек. Затем представители временной комиссии отправились к одинокой пенсионерке, вынужденной переселенке из Гранитного, которая волей судьбы оказалась без каких-либо документов. Стоит отметить, что Любовь Ярошенко – так зовут женщину – инвалид по зрению. Ей приходится проживать в доме, который сложно назвать пригодным для жилья. Любови Ярошенко депутаты привезли тёплую одежду, продукты питания и бытовую химию. Они также взяли на себя обязательства помочь пенсионерке восстановить свои документы. Члены временной комиссии призывают каждого нуждающегося в помощи гражданина республики, который проживает на линии разграничения сторон, звонить по телефону горячей линии. Плюс 3-8071-314-84-37. Или обращаться в приёмную по адресу город Донецк, улица Артёма 97, кабинет 410. Вы или ваши знакомые могут сообщить о существующих проблемах, и ваш запрос непременно будет рассмотрен. Алина Черняева, Елена Чистякова, Навросия ТВ